Говори, чё ты молчишь? А чё тебе говори? Чё, говори мне что-нибудь, как-то рада меня видеть, что ты меня ждала. Очень. Очень. Поехали, сразу к детям зайдём, раз уж мы тут. Что за дети у нас такие прекрасные? Дети. Дети, привет. Это наши сладкие дети. Ну, рассказывай. Будущее, наше, Титаниум. Они чьи дети? Это мои дети, ну, в смысле, Лайдер. Поздравляю, мама, с двойней. Вот эта кобылка вот у нас родилась. Какая вот эта из них? Вот эта вот эта. Это Тира, Титаниум Тира. Она чья? Она дочка Энигмы и жеребца, он в Ирландии находится. А, искусственная, да, у нас? Нет, не искусственная, мы привезли, мы выбрали там мамку, и там под заказ крылья, ну, то есть жеребцом подобрали жеребца, и там на месте крылья, чтобы привезти во двор. Она приехала уже пузатая. Да, она приехала уже пузатая, и ты здесь, собственно, развелась. Мы сначала ее назвали, а потом посмотрели значение ей. А мы можем туда зайти? Лучше не заходи. Ну, тебя облепят. Ну, они меня уже облепляют. Я боюсь, что я просто с этого склона сейчас. Вы видите, на каком-то нет. Они безопасные, но на ручке все время. Так, закрывай за мной тут сама. Ползай. Дети. Так, тирочка. А второе, что за чудо? Второе, это титаниум руна. Руна? Руна, да. Она рождена в Ирландии от ирландских родителей, собственно. Помогите. Ирич, иди сюда. Я не то, чтобы их боюсь, я пытаюсь их общий план снять. Так, родилась... Вот эта родилась в Ирландии черненькая от ирландских родителей. Носит наш префикс, потому что это своеобразный жест объединения заводчиков. А, они тебе что называется? Позволили? Они позволили дать ей нашу фамилию. Вот так. Ну, фамилию. Префикс наш прикрутить. Они уже от Ёмыши? Сколько им? Они обе 23-го года, просто с разницей в возрасте почти 8 месяцев. Да? 8 месяцев. Они будут примерно одинаково потом рост? Или как ты прогнозируешься? Примерно, да, там плюс-минус. То есть, я думаю, что они обе будут за 150 сантиметров в холке. Потому что у Тиры отец почти 160 в холке, мама 143. 160 это прям много же? 160 это высокий тинкер очень, да. У Руны мамка наоборот высокая. Тоже под 160-157, она там... Какие счеты? Такие они чистенькие. А почему они без говняных пятнышек? Ты старалась? Или они чистюли? Нет, просто, ну, как бы, у нас деньки чистятся два раза в день. Слушай, ну ты же слышала, что самые большие вопросы по содержанию тинкеров, это то, что убийца просто, не ешь меня, убийца, их содержать в чистоте в связи с их вот этой вот красотой. Нет, на самом деле, как бы, уход элементарный. И даже в весенний-осенний период сезона они ходят по колено, ну, по колено, в грязище, и ничего с ними не случается. И содержу я их по принципу засохнет, сама отвалится. Серьезно? Ну, да. Ну, правда. Да, да. Как часто ты, например, намываешь вот эти вот... Перед фотосессиями. И всё. Нет фотосессий, нет... Ну, нет проблем, да. Если, ну, как бы, стараюсь мыть, может, там, раз за два в месяц, вот так вот хорошо их намывать по возможности. Но это уже чисто мои, как бы, такие содержанческие вопросы, потому что на родине порой этим не занимается никто. Ну, и как бы, вот все говорят, что мокрецы там от грязи, туда-сюда, но все почему-то забывают, что это лошади с Англии и Ирландии. Какая зима в Англии или Ирландии? Бесснежная, с дождями, с чачей. Мокрая прям, да. И все эти кони ни разу по небу не летают. Такие хвостики. И все они ходят по этой чаще. И самый смак щёток, на самом деле, в том, что они грязные снаружи, а внутри сухие. В любую грязищу, у меня где-то видео даже есть, что можно подойти к лошади, раздвинуть щётки, а внутри нога будет сухая и чистая. И в этом, в общем-то, природный смысл, наверное, этих щёток. А почему тогда мокрецы так у нас, в общем-то, бичко? Ну, скорее всего, то, что говорят мокрецы у щитконогих, это не мокрецы. Щитконогие породы вообще все, там, шайры, фрезы, тинкеры, брабансоны, они, ну, как исторически так сложилось, не были избалованы концентрированными кормами. В том числе, там, овсом. И всё было у них хорошо. Да, и они жили на осенней траве, а когда вот их начинаешь активно вот так вот кормить концентратами, у них вылезает, ну, что-то типа экземы под щётками. Вот, наверное, видели, когда люди сладкого некоторые наедаются, у них экзема мокнущая на подбородке. То есть это как диатез какой-то, да? Ну, вот, да. И, соответственно, эта мокнущая экземка, она зудится, чешется, кони её чешут, разгрызают. Ну, и так как это ранка, вот уже туда может подселиться грибок, как мокрец. Но простым лечением мокреца вы, конечно же, не вылечите это. То есть нужно просто банально поменять рацион. Она мне ножку даёт. Да. Серьёзно? А ну-ка, дай ещё раз, проверю. Дай ещё раз. О, ты, Ляля, какая молодец! Все умеют ножку давать. Ты же, ну, прекрасные дети. Скажи мне, пожалуйста, это на продажу будет? Нет, это мы себе оставили. То есть я теперь такая вот говорю, хочу вот Тиру, а ты мне нет? Тиру нет, мы пока держим. Она, конечно, террористка немножко. Террористка. Вот, пока она нас не допекла, мы её себе держим. А чего, задорный характер? Да, очень живой ум, безумно. Я уже устала её занимать мозги. Потому что у меня каждый день Атира развязала завязочку, вышла с Левады. Атира вылезла из Левады. Атира выпустила соседей. Атира там встала на поилку, поилку оторвала. Атира там выпрыгнула из диняка или ещё что-нибудь. Ну, то есть... Задорная, да. Да, она вроде ничего такого плохого не делает, но если ребёнка не занимать, она начинает занимать себя сама. А это присущий тинкерам такой характер? Живой ум, да, присущий тинкерам. Ну вот, например, вот эта, она тоже с достаточно живым умом, но она направлена немножко в другое русло. То есть у неё, наоборот, больше социального контакта ей хочется с человеком. Так он, это тоже, он присосалась, нет? Или ей не человек, а присосаться? Ну, если её вывести в табун, она останется в табуне. Вот это уйдёт на ручки. А это уйдётся с человеком. Вот и такие ляльки. Так, а вот эту продашь? Нет, мы её купили в племя себе. То есть она не на продажу привезена, она привезена как племсостав будущий. Сколько тебе надо коней, скажи, пожалуйста? Тебе сколько ещё не хватает? Ой, я бы в коллекцию себя добавила ещё двух. И всё, да? Ну да, вот. И у меня был бы тогда полный фарш, и я бы уже ничего не хотела. У меня был бы там гештальт закрыт. Ну ладно, мы про это сейчас ещё поговорим. Пойдём до моей шапки дойдём. Пошли. Прекрасные дети. Прекрасные. Почему обе они чёрно-белые? Это у нас приоритет. Это ворона, я с лёгкой пегостью. А это прям ворона-ворона пегая. Ну, разные типы пегости. Это Табиана, это Сабина со сплэшидом, надеюсь. Но это ген-тест покажет. Я про другое. Почему они не рыжие пеги? Не что-нибудь тратата? Ты очень мать с сильным вороным геном, грубо. Это на пальцах. Очень сильный вороной ген, именно поэтому дитё получилось вороной. А у Руны всё поколение вороные. Я про другое. Почему? Почему у тебя вороные лошади в основном? Ну, не считая Харди, я имею в виду, что я не помню, у тебя есть вообще рыжие пеги? Конечно. Да? Ладно. У меня есть... 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 Нет, ну, как бы я не отдавала предпочтение, просто так как ворона-пегая мазь самая распространённая в породе, то найти хорошую лошадь другой масти бывает трудно. Поэтому, когда вы видите хорошую лошадь, но она ворона-пегая, ну, как бы тут на рубашку уже не смотрят. Всё, понятно. Пойдём.